Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Сгубил квартирный вопрос. Сын нанял киллера, чтобы убить отца и получить квартиру. Газонам рядом со школами особое внимание. Городские власти продолжают бороться с сорняками. На свободу от долгов с чистой совестью самарцам рассказали, как официально стать банкротом. Полицейским удалось предотвратить заказное убийство. Ради жилплощади самарец готов был пожертвовать собственным отцом. На этих кадрах задержание 40-летнего мужчины. По данным полиции, он нанял киллера, чтобы расправиться с родственником и завладеть трехкомнатной квартирой в Самаре, которая перешла бы ему по наследству. Информация о готовящемся преступлении дошла до полицейских. Те, в свою очередь, под видом исполнителей, инсценировали убийство потенциальной жертвы и предоставили заказчику фотографии с места. После передачи заказчикам убийства исполнительного денежного вознаграждения, подозреваемого задержали. Он пояснил полицейским, что пойти на убийство отца его вынуждено в тяжелое материальное положение. По данным силовиков, мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья и за изготовление избыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печати и бланков. Теперь уголовное дело возбудили по статье «Организация убийства». Самарские школы готовят к празднику. Дню знаний. Классы и коридоры моют до блеска. Они забывают и про территорию вокруг. На совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии особое внимание служб благоустройства обращают на покос сорной травы рядом со школами. Избавиться от аллергенных растений необходимо в радиусе не менее 5 метров от учебных заведений. В городе 166 школ. Многие уже привели в порядок территории. Но есть и те, где такая работа еще нужна. В зоне внимания городских властей не только школы, но и территории рядом со служебными постройками ресурсоснабжающих организаций. Косить траву здесь обязаны сами газовики или энергетики, в зависимости от того, кому принадлежит строение. У меня просьба все-таки проработать вопрос по подстанциям, по насосным, СТП. Да, есть надписи, есть не только по КОС, но еще и состояние непосредственно строения. Эту информацию непосредственно ресурсоснабжающим организациям и на контроль района на этой неделе. 1 сентября силовые ведомства Самарской области будут работать в усиленном режиме несения службы. Задачу обеспечить безопасность в День знаний поставил губернатор Николай Меркушкин на совместном заседании областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Всего в регионе свои двери откроют для школьников и студентов почти 2000 образовательных организаций. А уже менее чем через месяц в Самарской области пройдут выборы. В день голосования необходимо усилить антитеррористические меры, чтобы обеспечить нормальную работу на участках. Всего их более 1700. Каждый из них будет оборудован камерой видеонаблюдения. Сегодня, по мнению главы региона, нельзя исключить, что есть силы, заинтересованные в том, чтобы сорвать законный ход избирательной кампании. Это всё ведь очень серьёзно. Очень серьёзно. Те, которые идут на это во время выборов, они могут в любой момент быть на те же шаги. И мы формально, на бумаге, мы прекрасно работаем. А на деле могут в любой момент всё парализовать. Если мы к этому относимся легко, это до поры давления. Это может так же ударить с любого бога по любому вопросу. Более 500 жителей Самарской области могут стать банкротами. Их дела сейчас находятся на рассмотрении в арбитражном суде. Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу в октябре прошлого года. Согласно ему, любой гражданин, имеющий долги перед банками или налоговой службой, может быть официально признан неплатёжеспособным. Кредитор вправе запустить процедуру банкротства, если задолженность превышает полмиллиона. И за три месяца на счёт не поступило ни копейки. Гражданин же может обратиться в суд с любой суммой долга, если понимает, что дальше платить у него не получится. Но сделать это всё же придётся. Суд назначает финансового управляющего, который будет вести дела заёмщика. Его услуги стоят 25 тысяч рублей. Деньги эти возьмут из должника. Одна из задач управляющего – распродать имущество гражданина и за счёт этих средств расплатиться с кредиторами. По закону реализации подлежит не всё. Единственное жильё, конечно, относится в данный перечень, если оно является единственным. Это же также личные вещи непосредственно гражданина, необходимые ему для его жизнедеятельности. Как правило, по практике реализация подлежит, допустим, долю выставному капиталю. Это непосредственно автотранспорт, это недвижимое имущество, если имеется. Памятный знак Куйбышев – запасная столица вручили Самарскому соединению войск Национальной гвардии России. Награждение прошло в особый день. 23 августа по всей России празднуют победу в битве на Курской дуге. Репортаж Марина Кравцовой. Их задача – охрана порядка и обеспечения общественной безопасности. За патриотическое воспитание молодого поколения памятные награды Куйбышев – запасная столица получает командование Самарского соединения войск Национальной гвардии, личный состав и ветераны внутренних войск. Вручение Самарскому соединению войск Национальной гвардии России памятного знака Куйбышев – запасная столица приурочили к Дню воинской славы, Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Курской битве в 1943 году. Воинская часть 55-99 – одна из старейших в стране. Она была создана в декабре 1918 года. А в годы войны около 1200 военнослужащих из состава части ушли на фронт. В победу на Курской дуге огромный вклад внесла и запасная столица. Большинство штурмовиков Ил-2, участвовавших в сражении, были сделаны в Куйбышеве. Каждый второй снаряд был начинен взрывчаткой, произведенной в Щипаевске. И запасная столица в военное время была под защитой. Здесь же выполняли свои боевые задачи и воины 80-й дивизии внутренних войск, которые, помимо того, что отправили свой ющий состав непосредственно на фронт, здесь, в Куйбышевской области, выполняли задачи, связанные с обезврежением диверсионных групп, с обеспечением режима военного положения. Ветераны и военнослужащие своим примером чести и мужества воспитывают новое поколение. Награду от правительства региона выручили в торжественной обстановке, но в соответствии с уставом. Это действительно праздник. И такие праздники должны быть. Они сплачивают, они воодушевляют личный состав. И, конечно, каждый из них еще с большей ответственностью будет подходить к решению тех задач, которые стоят перед частями. В год 75-летия со дня присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы памятные знаки будут вручены 100 тысячам жителей Самарской области, ветеранам и тем, кто сегодня занимается патриотическим воспитанием молодежи. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре ограничат движение транспорта по нескольким внутриквартальным проездам. Это связано со строительством газопровода. С 23 августа на три дня перекроют участок ключевого проезда протяженностью 30 метров в направлении революционной. Еще одна часть ключевого проезда протяженностью 50 метров будет закрыта для транспорта. Работы будут вестись в районе дома номер 128 по революционной. С 23 августа до 10 сентября будет закрыто движение по Черновской магистрали на участке длиной 50 метров от улицы Аврора в направлении улицы Энтузиастов. Автопарк подразделения скорой помощи Самарской области получит новую технику. На средства федерального бюджета для региона закупят 13 машин. Все машины отечественного производства, 4 из них полноприводные. Всего на поставку машин скорой помощи для регионов РФ из федерального бюджета выделили 3 миллиарда рублей. Министерство транспортных и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для строительства развязки Московского шоссе улиц Гагарина и Луначарского. Из областного бюджета на эти цели в этом году выделят 3 миллиона рублей. Остальное в следующем. Планируется, что диаметр кольца будет примерно 60 метров. На нем будут три полосы движения. Стоимость работ составит 171 миллион рублей. Определено расписание ЕГЭ в дополнительные сроки. Экзамен пройдет в сентябре по двум предметам – русскому языку и математике базового уровня. Так, 5 сентября состоится экзамен по русскому языку, 8 сентября – по математике. Что касается ГИА, участвовать в них в сентябрьские сроки имеют право те, кто не прошел государственную итоговую аттестацию после 11 класса или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному предмету. 46 человек пострадали в области от укусов клещей за последнюю неделю. Годом ранее эта цифра была в три раза выше. Медики связывают это с увеличением числа людей, сделавших прививку. С начала года против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано почти 10 тысяч человек. Всего же с начала эпидемического сезона зарегистрировано более 5 тысяч пострадавших от укусов клещей. Мардва, Чуваши, Башкиры, Татары и Русские – эти народы исторически проживают на самарских просторах. И каждый раз все они шумно и весело собираются на совместные праздники. На одном из них побывала и наша съемочная группа. «Сюк-сюк-ковава» о тружениках села поется, пожалуй, в самой известной мордовской песне. В трудолюбии этому народу не занимать, а потому Мардва всегда умела и хорошо поработать, и знатно отдохнуть. Вот и на праздник устроенной местной мордовской национально-культурной автономии собрались соседи – представители самых разных национальностей, проживающих на самарских просторах – Мардва, Чуваши, Татары, Башкиры и Русские. Мы собрались для того, чтобы все вместе еще раз озвучить то, что мы все живем на самарской земле, что мы являемся патриотами и любим свою землю, что история Мардвы непосредственно связана с историей нашего города, с восстановлением этого города, что мордовский народ очень гостеприимен. «Мы разные, но мы вместе» – эти слова звучали со сцены как минимум на пяти языках. Песни, танцы, стихи, видеозарисовки – то, чему не нужен перевод, потому что главная мысль и так понятна всем присутствующим – соседи должны дружить. «Несмотря на то, что мы говорим на разных языках, душой мы все едины, живем на самарской земле, мысли у нас все едины, чтобы мир был, чтобы благодать Божья была, чтобы дети наши росли в мире, в дружбе, ведь они учатся в школе, в институтах, и должны учиться вот этому миролюбию». «Когда мы начали познавать мир, мы уже видели, что рядом с нами живут такие же люди, но почему-то они говорили на других языках, но они такие же дружелюбные, такие же порядочные. Мы все говорим на разных языках, но мы едины». А пока на самарских просторах слышны голоса разных народов, можно с уверенностью сказать, что программа «Самара многонациональная» в нашем городе реализуется весьма успешно. Юлия Чернеева, Василий Колдашов. События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Укладывают плитку, ремонтируют фонтаны, делают освещение. В сентябре самарцы увидят обновленную улицу Старозагора. Когда от мастерства зависит жизнь людей, самарские пожарные показали, на что способны. В школу без вреда для здоровья самарцам расскажут, как сохранить здоровье школьников. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok